Неделя была насыщена на события, о самом важном и интересном расскажем прямо сейчас. В эфире итоговая программа АПТА и я, ее ведущая, Наталья Хоменко. Здравствуйте! Вот главное, чем запомнились уходящие семь дней. Выбор в новом формате. В Казахстане подводят итоги праймерист. Внутрипартийные выборы стали блестящей возможностью перезагрузки правящей партии. Просто о самом главном. Алматинскую область с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя партии Нуротан Бауржан Байбек. Высокая миссия – давать знания. Свой профессиональный праздник отметили педагоги. Лучшему учителю 2020 года в Алматинской области вручили ключи от автомобиля. Главнее всего – погода в доме. Раньше срока по специальному распоряжению в области стартовал отопительный сезон. Осень жизни, как и осень года. В Казахстане отметили День пожилых людей. Активные, целеустремленные и высокопатриотичные лидеры. Знающие реальное положение дел. Вот кто сегодня нужен в руководстве страны, заявил лидер нации Нурсултан Назарбаев, инициировав проведение праймери с партией Нуротан. 1 октября стартовало голосование. Все сегодня в ожидании итогов. Официальные данные обещаются огласить уже завтра. А сегодня в 2 часа дня завершилось голосование. Выбор в новом формате. Праймерис – первый для страны опыт проведения внутрипартийных выборов. Первый и положительный. За всю историю существования партии Нуротан впервые для его членов появилась блестящая возможность пополнить ряды кадрового резерва. Внутренняя перезагрузка отдала мощный толчок к активности креативным и идейным гражданам, выдвинувшим свои кандидатуры. Уже завтра избранные лидеры станут главным политическим ресурсом, за которым пойдут избиратели. Свой голос за кандидата отдал и Аким Алматинской области Амандык Баталов. Проголосовав онлайн, он отметил. Лидер нации, председатель партии Нуротан Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил конкретные задачи по активизации работы партии, направленной в первую очередь на повышение уровня жизни населения. Уверен, подчеркнул Амандык Баталов, что нынешние выборы, проходящие в новом формате, помогут нам вместе выбрать ответственных, продвинутых и энергичных людей с широкой общественной поддержкой и активной гражданской позицией, которые, выполняя поручения Ельбаса и президента страны, принесут пользу и будут эффективно работать на благо государства и его граждан. За время голосования во всех регионах страны шла активная работа, но наиболее высокой избирательной активностью отличилась именно Алматинская область. На протяжении трех дней наш регион возглавлял рейтинг областей с показателем выше 80% голосов. О том, как проходили выборы и каковы первые итоги «Праймерис», расскажет Гульмира Тимиргалеева. Под эгидой «Праймерис» к сотням тысяч голосов избирателей присоединился и голос первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Инициатор важного политического события, он обратился к соратникам по партии активизировать силы в выборе лучших кандидатов. Призыв лидера нации поддержали во всех регионах страны. Так, в голосовании в формате онлайн через платформу «Праймерис» принял участие и Аким Алматинской области Амандык Баталов. При этом глава региона призвал партийцев поддержать сильнейших кандидатов, отметив, что от их выбора зависит формирование эффективного депутатского корпуса в Маслехат и мажорист парламента. Для 1047 кандидатов от Алматинской области «Праймерис» стал серьёзным шансом попасть в партийный кадровый резерв. В разгаре предвыборной борьбы на один мандат претендовали сразу три человека. Жёсткая конкуренция объяснялась высокой избирательной активностью членов партии нашего региона, отдавших за четыре дня свыше 90% голосов. Для приёма голосов избирателей в области работали 315 избирательных участков, на 87 из которых голосование шло в традиционном бумажном формате. Причём нарушений зафиксировано не было. А уже сегодня стали известны предварительные результаты голосования. «Праймерис» у нас в стране проводится впервые. Это для нас, для населения, для партийцев, это новшество. На выборы явка составила более 90%. По предварительным данным мы находимся в топе лидирующих регионов. Учитывая то, что это для нас новое явление, учитывая то, что впервые проводим «Праймерис», я скажу, что результат очень хороший. Первый в истории Казахстана «Праймерис» наряду с другими регионами активно поддержали и 82 тысячи членов партий от Алматинской области, в особенности молодое поколение. Каждый голос, отданный за сильного кандидата, поможет выявить настоящих лидеров, считают молодые избиратели. Ведь «Праймерис» для них – своего рода социальный лифт в систему политического управления. Как член партии «Нур-Этан», я считаю, что каждый сознательный партиец должен сделать правильный выбор. Уверена, что отдала свой голос за достойного кандидата. Цель «Праймерис» – выявить достойных граждан страны, болеющих за будущее республики. Именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц, профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения, отметил первый президент страны Нур-Султан Назарбаев. А накануне важного политического события страны Алматинская область с рабочим визитом посетил первый заместитель председателя партии «Нур-Этан» Бауржан Байбек. Цель визита – встреча с однопартийцами. Впрочем, самое главное – узнать на местах сечаяние и проблемы народа, решения которых войдут в новую партийную программу развития региона. В свой рабочий визит в Алматинскую область первый заместитель председателя партии «Нур-Этан» начал с посещения ТО «Грин-Лэнд Алатау». Это один из крупнейших и наиболее технически оснащённых тепличных комплексов. Его площадь составляет 10,5 гектаров. Благодаря работе объекта более 200 человек имеют постоянные рабочие места. Общаясь с коллективом, Бауржан Байбек поинтересовался условиями труда, оплатой и предоставлением социального пакета. В рамках рабочего визита в регион Бауржан Байбек также ознакомился с работами, проводимыми в сфере образования. Как рассказали первому заместителю председателя партии «Нур-Этан», в области особый упор делается на ликвидацию трёхсменного обучения. С целью решения вопроса с 2021 до конца 2024 года планируют построить 38 школ. Решаются и вопросы, возникшие в нынешних реалиях. В частности, речь идёт о обеспечении учащихся техникой в период пандемии. На сегодня из республиканского бюджета приобрели 13 840 компьютерной техники. Это из республиканского бюджета. Кроме этого, из местного бюджета на сегодня мы приобрели более 8 тысяч компьютерных техники. Этот процесс будет продолжаться дальше. В целом, на компьютерной технике выделено более 12 миллиардов тенге. Из них 8,6 миллиардов – это из республиканского бюджета, а остальные – из местного бюджета. Всего мы должны обеспечить 75 тысяч компьютеров. Иметь компьютеры – это часть дела. Необходимо также быть обеспеченным хорошим интернетом, говорят учителя области, пришедшие специально на встречу с первым заместителем председателя партии Нур-Отан. По словам педагогов, сеть отсутствует в основном в дачных мотивах и отдалённых сёлах. Решение по этому вопросу будет, причём довольно скоро, заявил глава области. 10% от общего количества населённых пунктов слабо обеспечено, и в том числе дачные вот эти участки. Сейчас мы над этим работаем. Солкашан, Чешлицу. Время обозначено октябрь, первой половине октября. Всё, должны мы закончить. Там не может быть, чтобы дети бегали куда-то, вот как, помните, было такое, куда-то залазили на крышу или на бугорку даже. К сожалению, есть. Да, это есть к сожалению, но сразу моментально решить невозможно, но мы всё делаем для того, чтобы решить. В ходе насыщенной и открытой беседы учителя области задали ряд интересных и весьма важных вопросов. Львиная их доля касалась самой актуальной мировой темы – работа в условиях пандемии коронавируса. Вот у меня такой вопрос. В Восточно-Казахстанской области выявлен ребёнок второго класса, заражённый ковид. Не считаете ли вы целесообразным на данный момент закрыть дежурные классы? Ведь здоровье учителя всё-таки – это, ну так скажем, обучаемость детей. А у нас большая часть учителей старше 45 лет. Здесь такой непростой баланс. Здесь надо очень внимательно смотреть по количеству. Но ещё раз, по-моему, это данные Всемирного банка. Каждый год, оказывается, во время войны они делали. То есть, когда учёбы нет, отложенный эффект идёт, падение экономики. Считается 2 миллиарда долларов потерь, по-моему, ежегодно в Казахстане. Если мы один год дистанционно проучимся, это 2 миллиарда долларов потерь. То есть, поэтому здесь надо очень чётко посмотреть, подумать. Есть специальная государственная комиссия во главе с премьер-министром. Руководители регионов они считают. Потому что говорить «надо» – это ответственность, это жизни людей. А говорить «нельзя» – тут тоже семьи, работа, социализация. Очень непростой вопрос. Особое внимание собравшиеся уделили главной политической повестке страны – праймерис. Для учителей региона эта тема важна. Более 30% от общего числа участников праймерис в Алматинской области – это работники образования. Такое стремление участвовать в политической жизни республики первый зампред оценил высоко. Если представители учителей от партии Нур-Уртан будут в каждом маслехате, в Мажелесе, они будут решать вопросы, поддерживать, потому что они знают эту профессию. Как воспитывать детей, что для этого нужно сделать. И мы по линии партии это очень поддерживаем. Потому что мы заботимся о будущем. Подводя итоги встречи, Баужан Байбек отметил активную гражданскую позицию педагогов области. Также первый заместитель председателя партии Нур-Уртан поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив их особую роль в становлении и развитии государства. А в завершении встречи Баужан Байбек посетил новый дом студентов. Первый заместитель председателя партии Нур-Уртан дал высокую оценку объекту и подчеркнул архитектурную привлекательность здания. В ходе визита в Алматинскую область первый заместитель председателя партии Нур-Уртан Баужан Байбек встретился с лидерами общественного мнения в Талткургане. С ними он обсудил предвыборную программу партии на ближайшие пять лет, что станет локомотивом работы Народной партии в столь непростое для всех время, узнала Гульнас Мустафа. Программа партии нацелена на повышение благосостояния населения области. В ней предусмотрены конкретные меры на предстоящие пять лет по всем ключевым направлениям. ЖТСУ является экономически устойчивым, комфортным для проживания регионом. Он также социально ориентированный, безопасный регион с богатой историей и культурой. Для реализации самых лучших молодежных проектов область самая удобная. Вместе с тем большие наметки сделаны и в сфере сельского хозяйства, отметил в своей речи Акималматинской области Амандах Баталов, озвучивая программу партии. За 2021-2025 годы будет реализовано 35 прорывных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,3 трлн тенге. Среди них есть проекты с участием транснациональной компании. Часть из них мы уже ввели в эксплуатацию, часть на сегодняшний день на стадии проработки. За счет их реализации планируется создание еще дополнительно 134 тысяч рабочих мест. И увеличит объем несыроевого экспорта ежегодно на 5-6%. 20 лет ведет активную работу в стране партия Нур-Утан. В этом году внесены изменения в ее систему, которые позволят усилить деятельность в регионах и повысить контроль за эффективностью работы госорганов. Только с начала года партии рассмотрено более 3000 заявлений от населения. По словам первого заместителя председателя партии Нур-Утан, усиление обратной связи между обществом и властью. Системное взаимодействие с неправительственными организациями и активизация работы с молодежью сегодня дают возможность кардинально изменить подходы к работе. Это не просто обещание, это просчитанная программа, сказал на встрече Бауржан Байбек. Если население поддержит нашу программу, то партия Нур-Утан будет все это держать на контроле. Что важно, что партия Нур-Утан меняется вместе со временем. Партия Нур-Утан в рамках своей программы «Доверие, диалог, уверенность в будущем» мы начали процесс перезагрузки. За год где-то 227 тысяч человек исключили из партии. То есть нам важно не количество, нам важно качество наших партийцев. Провели чистку рядов. Самое главное, мы очень многие вопросы заново начали рассматривать. Очень важно, чтобы наши общественные приемные принципиально и жестко рассматривали вопросы, действительно представляя интересы людей. Именно поэтому впервые были организованы первичные выборы «Праймерис». Благодаря такому отбору каждый рядовой член партии принял участие в выборе достойных людей. Как сказал президент страны Хасымжамар Тукаев, мы должны быть слышащим государством, оперативно реагировать на критику и конструктивные предложения граждан. Именно этого придерживаются и члены партии, подытожил встречу первый заместитель партии Нур-Утан. Гульназ Мустафа, Абзал Мусипов, Жасулан Шенгинже, телеканал ЖТСУ. Неделя оказалась насыщена на праздничные даты. 1 октября работники самой нужной и ответственной профессии отметили свой профессиональный праздник. Впрочем, учитель – это далеко не профессия, это призвание. Ведь недаром писал сам великий Абай, что самое лучшее в человеке от учителя. Накануне педагогов страны поздравил глава государства Касымжамар Тукаев. «Поздравляю педагогов с профессиональным праздником», – написал на своей странице в Твиттер президент. «Своим неустанным трудом учителя реализуют великую миссию просвещения человека и воспитания гражданина. Уверен, трудности этого года скоро останутся позади. Мы их преодолеем вместе. Государство всегда будет поддерживать учителей», – подытожил глава государства. Ну а в минувшую субботу в Талдыкургане стало известно имя лучшего учителя года. В области подвели итоги ежегодного конкурса. Проходил он по семи номинациям. Победители определили в каждом из подразделений сферы образования. Торжественное вручение подарков приурочили к профессиональному дню. И в честь учителей устроили настоящий праздник. Правда, со строгим соблюдением всех санитарных норм. Впрочем, пандемия не помешала поздравить наших уважаемых учителей, которые сегодня трудятся в непростых условиях и которым сегодня особая благодарность. Кто же стал обладателем нового автомобиля и самого почетного звания «Лучший»? Расскажем прямо сейчас. За круглым столом учителя с разных уголков края ЖТСУ. Каждый из присутствующих – настоящий профессионал своего дела, который болеет душой за повышение качества образования школьников. А потому вопросы, поднятые Акимом области, близки и понятны всем. Поздравляю учителей с их профессиональным праздником. Амандык Баталов ещё раз подчеркнул, что сегодня в сфере образования уделяется огромное внимание. Алматинская область – особый регион. У нас пока ещё имеются трёхсменные школы. Мы постоянно ведём работу по их уменьшению. Мы начали строительство 33 новых школ. Но проблема всё ещё остаётся. Причина тому – хороший демографический показатель. Ежегодно в Алматинской области рождается около 50 тысяч детей. Это очень здорово. Ежегодно увеличивается финансирование сферы образования. Так, в этом году оно составляет свыше 320 миллиардов тенге, что больше прошлого года на 114 миллиардов. В области решаются вопросы охвата детей дошкольным воспитанием, которое сегодня составляет уже 98,5%. К сравнению, в 2014 году было охвачено всего 64% детей. Строятся новые детские сады и школы. Ежегодно вводятся новые объекты образования. Только за последние три года было введено более 19 новых школ. Естественно, в стороне не остаётся вопрос оплаты. Вы знаете, что с января 2020 года увеличена зарплата педагогов на 25%. С начала нового учебного года, с сентября месяца текущего года, увеличились в два раза доплата учителям. И всё-таки труд учителя бесценен. Как отметил в своём выступлении Акима Матинской области, каждый преподаватель заслуживает особых слов благодарности. Дорогие друзья, именно от вас, ваших профессиональных, человеческих качеств, во многом зависит судьба ваших учеников и будущего подрастающего поколения. Вы – главное богатство образовательной системы, его золотой интеллектуальный фонд. Примите искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к детям, чуткость и верность избранному пути. Отдельное спасибо, я хочу сказать, ветеранам образования, ставшим для молодых специалистов крепкой опорой и наглядным примером истинного служения профессии. В честь профессионального праздника были награждены свыше 20 педагогов Алматинской области. Аманда Кбаталов лично вручил учителям благодарственные письма, почётные грамоты и медали. Одна из таких наград – медаль Алтенцарина, Министерства образования и науки Республики Казахстан. Получить такой нагрудный знак, признаются учителя, весьма почётно. 38 лет работаю в образовании. Эта награда, я считаю, самая высшая награда, потому что великий наш первый учитель, можно так сказать, Алтенцарин. Это все, весь народ знает. Поэтому такую награду взять от государства – это самая-самая высшая награда, я так считаю. В этот торжественный день учителям Алматинской области были присвоены звания «Почётный работник образования Республики Казахстан», вручены награды «Лучший классный руководитель», «Лучший учитель республиканского, областного и регионального масштабов». Кроме того, были определены победители в номинациях «Лучшая сельская школа» и «Лучшая организация профессионального образования». Стоит отметить, что профтехобразованию в этом году исполняется 80 лет. В этом году, в октябре месяце, как раз колледжу нашему исполняется 85 лет. И вот юбилеем нашему мы завоевали такой титул – самое лучшее учебное заведение профессионального образования. Это, думаю, и для района, и для педколлектива большим подарком. Хочется поблагодарить таким областям за такое внимание, которое уделяет системе нашей профтехобразования. Звание «Лучший учитель года» удостоился молодой специалист из Аксусского района Асил Каймуханов. Преподаватель математики и информатики окончил Алма-Атинский гуманитарно-технический университет. За 8 лет работы он проявил себя как высокопрофессиональный современный педагог, чему заслужил награду автомобиль. Я очень рад, что стал победителем ежегодного конкурса среди учителей. Я думаю, что эта награда станет для меня стимулом к дальнейшей работе, к тому, чтобы стать лучшим своей профессии. Я хочу повысить уровень образования у детей сельских школ, поэтому записываю для ребят видеоуроки. Считаю, что очень важно в именно школьном возрасте заложить базу знаний, которая пригодится им в будущем при освоении выбранной профессии. В 760 школах Алма-Атинской области обучаются около 430 тысяч учеников. Ежедневно знания им дарят порядка 42 тысяч учителей, которые постоянно повышают свою квалификацию. В условиях пандемии работа педагога отчасти перешла в дистанционный формат, но от этого ее отнюдь не стало меньше. И сегодня все мы понимаем, насколько тяжел и важен труд учителя. Всех своих коллег, всех учителей нашей Алма-Атинской области поздравляю с Днем Учителя, с этим замечательным праздником. Я думаю, профессия учителя – это одна из самых, если не самая главная профессия вообще в нашей жизни. Потому что через учителя проходит каждый человек. И от качества его работы будет зависеть все будущее нашего государства. С праздником, дорогие коллеги! Надежда Белова, Шеслан Ченгенжинов, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Ну а в самый канун профессионального праздника учительство Кирбулагского района получило, пожалуй, самый дорогой подарок – новую школу. Ждали ее давно и даже не надеялись, что в столь тяжелое для всей страны время все же удастся воплотить давнюю мечту сельчан – начать новый учебный год в новой школе. Вернее, школа старая, но ей уже 72 года. Но теперь она разместилась в современном здании – просторном, уютном и красивом. В этом убедился наш корреспондент, побывав на торжественном открытии. Фосаарская школа была построена еще в 1948 году. В 2017 году здание признали аварийным и закрыли. Крыть гранит науки последние три года школьникам приходилось в приспособленном помещении. Очень рады открытию школы. Мы столько лет убивали порогов акиматов, приглашали СМИ. И вот сегодня мы достигли своей цели. Спасибо большое руководству области за то, что выполнили нашу просьбу. Старая школа была в ужасном состоянии. Плесень, сырость, холод. Как хорошо, что это было в прошлом. Теперь мы можем смело вздохнуть. На торжественном открытии школы присутствовал весь Саул. Для них это поистине исторический день. Обучение, согласно нынешним реалиям, будет проходить с соблюдением всех санитарных норм. При входе в школу установлен туннель с опрыскивателем. В каждом кабинете антисептик. Ребята обучаются в индивидуальных средствах защиты с соблюдением соцдистанции. У нас в районе 52 школы. Сейчас в 30 из них дети обучаются в штатном режиме. В 13 есть дежурные классы. И в 9 проходят обучение в штатном режиме. В этой новой школе дети будут обучаться в штатном режиме. Так как село отдалённое и отрезано от главных дорог. К тому же здесь имеются проблемы с интернетом. Дети с 1 по 11 класс будут ежедневно посещать школу. Материально-техническая база школы соответствует всем заявленным современным стандартам. Рассказал директор школы. Есть лаборатории, лингофони, компьютерные кабинеты, мастерские и прочие. На строительство школы и оборудование было затрачено 700 миллионов деньги. Дополним. Уже через месяц на территории объекта образования появится спортивная площадка. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Дамир Анитов, Габит Кавдрахман, Телеканал ЖИЦУ. Впрочем, подобный подарок вскоре ждёт ещё ряд регионов области. Продолжается капитальный ремонт и строительство объектов образования. Срок завершения работ в этом году продлили. Оно неудивительно. На поставку материалов и привлечение рабочей силы повлияла пандемия. Однако в нынешних условиях, когда обучение ведётся онлайн, процессу обучения это нисколько не мешает. В приоритете качество работ. Их и проверил заместитель Акима области Рустам Али, проведя на этой неделе контрольный объезд. Школа номер один имени Абая – одна из старейших в областном центре. Она построена ещё в 1971 году. В этом году в учреждении образования проводится долгожданный капитальный ремонт. На всё про всё по дорожной карте занятости выделено 690 миллионов тенге. Срок сдачи объекта – 11 ноября. Хотя подрядчики обещают закончить уже в конце этого месяца. Сейчас на объекте трудятся 46 человек. Но чтобы успеть в срок и при этом не пострадало качество, рабочих должно быть в два раза больше. Сделал замечание представителю подрядной организации заместитель Акима области. 21-я школа в Утиная станет первой в регионе, подключенной к голубому топливу. Сейчас ведётся строительство котельной и прокладка труб. Капитальный ремонт школы и газоснабжение также ведутся в рамках дорожной карты занятости 2020. Уже через месяц учреждение образования будет сдано в эксплуатацию. «Устанавливается модульный газовый котельный. Это самая большая новость для наших родителей, для учителей, для нас. Это отопление у нас будет на газовом топливе. Раньше у нас было на жидком топливе, было в школе прохладно, потому что мы экономили всё время». Школа на 180 мест в сельском округе Муйнак многие десятилетия нуждалась в капремонте. Сырость и низкие температуры в помещениях существенно мешали проведению школьных занятий. Руководство области услышало просьбы граждан, и уже через месяц школа будет готова. Работа выполнена на 95%, рассказывает подрядчик. Осталось благоустройство территории и внутренние отделочные работы. «Работа практически завершена. Как и обещали, в начале следующего месяца сдадим в эксплуатацию. Сейчас на объекте трудится порядка 30 человек, но в принципе этого достаточно. Группа по демонтажу уже закончила работу и покинула объект. Осталось только проложить асфальт, газон и закончить отделку». Посетил заместитель Акима области объекта образования и в Велийском районе. Средняя школа номер 11 села Житоген рассчитана на 900 мест, но в ней числятся порядка полторы тысячи учеников. Сейчас они обучаются дистанционно. А тем временем в здании школы впервые за полвека проводится капитальный ремонт. Будет полностью обновлена материальная база. На это из областного бюджета выделено 590 миллионов тенге. Однакомившись с ходом строительства, заместитель Акима области Рустам Али потребовал уделить особое внимание качеству проводимых работ и не сбавлять темпы. «На 80% выполнена работа. В наших планах завершить полностью ремонт первую декаду октября». Капитальный ремонт идет и в школе номер 23 села Тонкеры Столгарского района. Здание старое – 1977 года. На его обновление были выделены 230 миллионов тенге. На днях ремонт завершен. Она рассчитана на 640 мест, но обучаются здесь порядка тысячи учеников. В данное время 155 детей дошкольного возраста учатся в дежурных классах. При школе есть еще и мини-центр на 50 мест. 50% учащихся в эту школу прибывают из соседних аулов, для перевозки которых выделены два автобуса. Школа готова к работе. Приняли новое здание. На 25 миллионов тенге дополнительно закуплено оборудование для школы – шкафы, парты, столы и все, что необходимо для мини-центра. Помимо капитального ремонта, в рамках ДКЗ проводятся работы по благоустройству трех школ областного центра. Для местных школьников построили новую спортивную площадку. Теперь ученики смогут заниматься футболом, баскетболом и волейболом. Тартановое покрытие защищает детей от ударов и ушибов. В целом, практически на каждом объекте работы идут по графику. Дамир Анитов, Гульнас Мустафа, Айдос Калиев, Телеканал ЖИЦУ. Ну вот, если ряд объектов еще ждут своего открытия, это вот в Кирвулакском районе на этой неделе настоящий праздник. Здесь состоялось открытие сразу трех социально значимых объектов. В селе Когалы построили стадион, открыли спортивную площадку для детей и новую аллею. Преобразиться селу помогла государственная программа «Дорожная карта занятости». Вот ее реальные и, главное, эффективные для людей результаты. Местные жители на себе оценили все преимущества госпрограммы. Убедиться в этом смог и мой коллега Дамир Анитов. Открытие стадиона – долгожданное событие для жителей села Когалы. Много лет спортобъект был в недодлежащем состоянии. На его реконструкцию затрачено 58 миллионов тенге. Объект претерпел большие изменения. Появились трибуны на 265 мест. Беговая дорожка изменился общий вид. В 2020 году по Кириллакскому району был проведен текущий ремонт центрального стадиона поселка Когалы. По дорожной карте занятости 2020 было выделено областью 58 миллионов. Из них освоено все 100%. По Кириллакскому району систематически спортом занимается 31,5%, а по поселку Когалы – 30%. Открытие стадиона – большая радость для спорткомьюнити села Когалы. Здесь спортивная и талантливая молодежь может заниматься сразу несколькими видами спорта. В их числе футбол, баскетбол, волейбол и спортивная атлетика. «Открытие стадиона для нас большое событие. Мы с нетерпением ждали его открытия. Вчера приехали из Шимкента с чемпионата по футболу. Были в тройке призеров. Теперь у нас есть возможность самим проводить спортивные мероприятия, так как появились трибуны для зрителей. Будем усердно тренироваться и достигать новых вершин. Благо новый стадион это позволяет». Этот день ознаменовался для жителей села Когалы еще одним радостным событием. Возле сельского Акимата открылся мини-парк. Теперь у сельчан есть место проведения – досуга. Как видно на кадрах, новый объект пользуется большой популярностью у местной ребятни и их родителей. «Здесь очень красиво. Здесь очень красивые качели. Быстро можно кататься. Я здесь нашла друзей много. Я сюда прихожу очень часто. Когда я у дедушки спрашиваю, он мне разрешает, я сюда прихожу. Иногда прыжком, а иногда вместе с дедушкой. «Мы очень рады, что в нашем селе Когалах наконец-то построили такой классный парк, потому что нашим детям некуда было выходить до этого. А это развитие. Им теперь есть куда прийти, поиграть. У меня младшая дочка, ей два года. Она тоже сюда просится. Большое спасибо за такой красивый парк». Спортивная площадка на окраине села стала еще одним подарком когалинцам от руководства района. Атлетические снаряды, мячи, огражденные футбольное поле с тартановым покрытием. Словом, есть все самое необходимое. Таким образом, в селе уделяется огромное внимание развитию спорта среди молодежи и формированию здорового образа жизни в широких массах. Делится Ким Когалы. Дамир Анитов, Кабид Гавдрахман, Телеканал ЖЦУ. Ну а нынешний праздник все учительство страны встречает хоть и в непростых условиях, но с надеждой на достойное будущее. Вместе со статусом учителя сегодня растет и оплата их нелегкого труда. В этом году по поручению главы государства заработная плата учителей выросла на 25%. В сентября, согласно закону о статусе педагога, дополнительно добавилось еще несколько новых доплат. Какие именно изменения коснулись сферы образования, расскажет наш корреспондент Евгения Присяжная. Внимание к образовательной сфере связано с ее обновлением и повышением престижности профессии учителя. Для этого предпринимаются все необходимые меры. Повышаются заработные платы. В текущем году они выросли на четверть, а за четыре года поднимутся в два раза. Также предусмотрены доплаты за наставничество и педагогическое мастерство, за классное руководство и проверку тетрадей. А преподавателям, работающим в сельской местности, оказывается социальная поддержка по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива. Два года назад моя зарплата составляла 150 тысяч деньги, а сегодня получаю 250 тысяч. Это связано с тем, что теперь зарплата учителя напрямую зависит от доплат, которые он получает. Они увеличены за классное руководство и проверку тетрадей, а также квалификацию. Вместе с тем, оказываемая поддержка государства и комфортные условия служат стимулом молодым педагогам для работы в сельских школах. Так, к примеру, средняя школа гимназии имени Жалаири в Коксуйском районе в этом году пополнилась составом из семи молодых учителей. В целом район уже не испытывает острой нехватки работников образования. За последний год в район прибыло 30 молодых специалистов образовательной сферы. 29 из них по программе с дипломом в село. Им было предоставлено жильё, и с 1 сентября они приступили к своим обязанностям. Хочется отметить, ещё два года назад минимальный показатель по зарплате составлял 80 тысяч тенге. К настоящему времени он возрос до 120 тысяч. И это у молодых специалистов. Педагоги же с высокой квалификацией, а также те, кто ведёт классное руководство, получают до 450 тысяч тенге. Для привлечения молодых специалистов в сферу образования была разработана госпрограмма с дипломом в село. За 10 лет в Алматинской области по этой программе было привлечено порядка 5 тысяч молодых педагогов. Реализация этого проекта предусматривает меры социальной поддержки в виде выплаты подъёмного пособия в размере 100 МРП или 277 800 тенге. А также бюджетного кредита на жильё в сумме не превышающей 1500 МРП или 4 167 000 тенге. По данной программе молодые специалисты получают подъёмные, а также кредиты с низкой процентной ставкой для приобретения жилья. Согласно закону о статусе педагога, педагоги имеют право на служебное жилье или же на общежитие, или же получать земельные участки, также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, то есть на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Важно отметить, нормы закона проекта касаются деятельности педагогических работников всех уровней образования, включая дошкольное и специализированное. К слову, на сегодняшний день в Алматинской области функционирует 776 школ. 760 из них государственные. Дошкольных организаций более 1180, из которых 183 государственных, 639 частных, а также 359 детских мини-центров. Евгения Присяжная, Аблай Кутыкбай, телеканал ЖТСУ. А сегодня под контролем руководства области обеспеченность детей компьютерной техникой. Для этого из бюджета выделили более 12 миллиардов тенге. Современными гаджетами будут в первую очередь обеспечены дети из многодетных и малообеспеченных семей. Техника в большем объеме закуплена, доставка завершится в самое ближайшее время. Решается в Алматинской области и другая проблема – доступность интернета в селах. Для этого закупили почти 40 тысяч Wi-Fi роутеров, которые раздадут нуждающимся семьям. Акимобласти поручил эти вопросы держать на особом контроле и обеспечить реализацию всех поручений в срок и качественно. А таковых на заседании Акимата было поднято немало в списке первоочередных готовность ко второй возможной волне коронавируса. Впрочем, пока эпидситуация в регионе стабильная, опасений не вызывает. Но по поручению Акимобласти предпринят ряд конкретных мер. В первую очередь подготовлен коечный фонд, который в случае вспышки пандемии в одночасье возрастет на 5,5 тысяч коек. Обеспечен и запас лекарственных средств. А уже завтра в Талаткургане запланировано открытие новой инфекционной больницы. Кроме того, в области строятся кислородные станции, которые дадут возможность подвести жизненно необходимый газ пациентам в палаты. Двенадцать этих больниц, ты мне сказал, да? Десять. А? Десять. Нет, два уже готовых, в итоге у нас двенадцать. Всего двенадцать, так и говорили. Да. Всего двенадцать. На сегодняшний день, ты тоже, первого октября, вы мне обещали тоже, все закончено, другие области тоже на селекторе говорили. Три компании уже везут КамАЗами, они не стали... Когда закончишь? Они, первого октября, постараемся закончить, он говорит, ну, Задельская, если будет, два-три дня будет, не больше. Потом вы мне отчитайтесь, я чуть позже спрошу у тебя, и вот он выйдет на работу, твой куратор, вы мне должны, вот, две больницы, это вот наша многопрофильная, Алматинская областная, и плюс вот эти вот больницы, готовность ко второй волне. Специально совещание я здесь проведу. Главным на повестке дня заседания областного Акимата был, пожалуй, самый насущный вопрос – проведение отопительного сезона. Осень, похоже, вступила в свои права. Резкое понижение температуры уже заставило поежиться и включить обогреватели в домах. И даже некоторых повозмущаться в соцсетях, мол, когда уже включат отопление в домах. Официальный старт отопительного сезона всегда был 15 октября. Впрочем, пожалуй, впервые в этом году он стартовал намного раньше. Благодаря специальному распоряжению Акима области отопление в многоэтажке дали 1 октября. К переменам погоды коммунальные службы области оказались готовы. Зима, обещают, они пройдет без проблем. На основательную подготовку к отопительному сезону повлияло и финансирование отрасли почти в 16 миллиардов тенге и объем проведенных ремонтных работ. В наличии необходимый запас топлива. По графику были отремонтированы и все теплоисточники. Впрочем, мои коллеги в этом убедились лично, оценив на этой неделе готовность города к отопительному сезону. Подготовка к отопительному сезону в Алматинской области началась еще в апреле. Чтобы все прошло без сучка и без задоринки, во всех районах и городах ЖТСУ были созданы специальные комиссии, которые мониторили ход работ. На сегодняшний день рабочими группами обследованы все многоэтажные дома региона. В целом по городу Талдыкурган 753 многоэтажных жилых домов. Из них к центральному отоплению подключены у нас 728 многоэтажных жилых домов, а остальные 25 домов это сами на отдельном печном отоплении. На сегодняшний день к отопительному сезону по городу Талдыкурган все многоэтажные жилые дома 100% готовы на 2020-2021 годы по отопительному сезону. О готовности к отопительному сезону говорят не только в областном центре, но и во всех районах и городах области. В ходе селекторного совещания руководители регионов доложили о проведенных работах. В целом по области капитальный и текущий ремонт прошли все котельные. Всего их 35. 11 из общего числа работают на газе. В скором времени еще 4 котельные перейдут на голубое топливо. В целом эксплуатация котельных, использующих газ, приносит не только огромную пользу в экологическом плане, но и положительно отражается на экономике региона, говорят специалисты. В прошлом году мы перевели котельную коксу. У нас 236 миллионов мы экономию бюджетных средств получили за счет этого. В этом году сейчас у нас по расчетам где-то порядка 500-600 миллионов. В целом, если рассказать, у нас 742 населенных пункта. Из них 474 населенных пункта подлежат газификации. Сейчас у нас 142 населенных пункта у нас газифицированы, то есть 33%. В текущем году в рамках дорожной карты занятости у нас реализуется 7 проектов. Благодаря проводимым работам заметно экономят и потребители. Плассервисом исполняется тарифная смета. Обязано. Однако по представленному отчету за 2019 год было установлено недоисполнение статей затрат, в связи с чем был введен временный компенсирующий тариф на сумму около 42 миллионов. Это привело к снижению общего тарифа. По Алматинской области хотелось бы отметить, что на 2020 и 2021 года по группе потребителей населения рост тарифа не прогнозируется. На всех энергопредприятиях сформирован запас топлива. Есть чем топить и жителям частного сектора. По словам руководителя управления энергетики и ЖКХ, потребность угля для населения составляет более 1 миллиона 300 тысяч тонн. На сегодняшний день 70% уже заготовлено. Ажиотажей и спекуляций нет, заявили уполномоченные лица. Средняя цена по области у нас 13-14 тысяч по области. Но, конечно же, есть те регионы, в которых у нас нет ЖД-сообщения. За счет того, что у нас там транспортная логистика и уголь доставляется грузовыми машинами, у нас, например, в Сарканском, Аксусском районах, Вимбеш-Казахском районах, цена достигает до 18-19 тысяч. Но у нас по сравнению с прошлыми годами цена не возросла, то есть она стоит на одном уровне. По словам представителей энергетики, ЖКХ регион полностью готов к отопительному сезону. В связи с резким похолоданием руководство области приняло решение приступить к подаче тепла раньше положенного срока. Жители ЖД-со с огромной радостью восприняли эту новость. В Талдыкургане я живу 40 лет. И за всё это время не помню, чтобы до середины октября было так холодно. Потому считаю, что подключение отопления раньше срока – очень правильное решение. Спасибо большое руководству области за то, что думают о гражданах. Ну а вместе с тем особый акцент рабочего совещания был сделан на своевременную уборку урожая и запуск второго сахарного завода. В минувшую пятницу, 25 сентября, начал приемку сырья Коксусский сахарный завод. А 29 сентября был запланирован запуск на Аксусском. И планы не разошлись с делом. Новый сезон на Аксусском сахарном заводе стартовал. Его производственная мощность в два раза больше Коксусского. Но никому еще с момента закрытия легендарного предприятия не удавалось вдохнуть в него новую жизнь. И лишь благодаря программе возрождения сахарной отрасли в Алматинской области удалось вернуть былую славу известного на весь Союз заводу. А это гарантия не только наращивания производства собственного сахара, но и залог успешной работы как минимум 200 трястянских хозяйств трех ближайших районов. В этом году предприятие планирует переработать более 100 тысяч тонн сладкого корнеплода. На этой неделе Аксусский сахарный завод принял на переработку первую партию свеклы. В первый же день урожай из двух районов привезли порядка 50 камазов. И самое главное, все это только начало. Берег Теншпаев – один из ведущих аграрев Аксусского района. Последние четыре года культивирует сахарную свеклу. По его словам, осваивать культуру в регионе очень выгодно. Есть рынок сбыта и активная помощь со стороны государства. В этом году посеяли четыре вида семян. Мы получили их через СПК ЖТСУ. В рамках поддержки свеклосеющих хозяйств мы получили 35% субсидий. Также мы получаем гербициды. Субсидий на них составляет 25%. Еще нам предоставляются минеральные удобрения и удешевленное топливо. В целом поддержка очень хорошая. За счет нее мы из года в год увеличиваем площади посева. Начинал я с 15 гектаров. Сейчас довел до 120. Со вчерашнего дня начали сбор сахарной свеклы. У нас 83 хозяйства в этом занято. 11 округов занимаются именно сборочным сеянием сахарной свеклы. В этом году у нас по плану 3167 гектаров сахарной свеклы посеяли. В настоящее время в районе функционирует 6 сервисно-заготовительных центров. В том числе 4 хозяйства полностью обеспечены техникой. Идут как сервисно-заготовительные центры. Приемная компания и руководство Ахсукан-Заотов подготовило 6 кагатных полей. На них одновременно может храниться 85 тысяч тонн сахарной свеклы. Что касается готовности самого предприятия, то на объекте проведен капитальный и текущий ремонт оборудования. На данный момент обновлено 80% оснащения. Были работы произведены по технологической линии полностью, сокоочистительных цех, продуктовых цех и сфероперерабатывающих цех. Более того, мы в этом году сделали два котла, полностью ремонт прошли. По модернизации по третьему этапу мы на следующий день в прошлом году поставили, запустили сторды. Это пресса глубокого отжима жома. В этом году она полностью будет работать. Получается у нас жом, прессован жом. В тюках будем хранить, имеют хранение, 12 месяцев хранения мы будем. На сегодняшний день на заводе работает около 238 человек. Все задействованы на ремонтных работах, на приемке свеклы, механизаторы. Во время работы завода работают у нас примерно 550 человек полностью. Переработку по мере набирания действительного запаса свеклы на когатном поле запускаем завод. По словам руководства завода, в этом сезоне предприятие планирует переработать более 100 тысяч тонн сладкого корнеплода и произвести порядка 15 тысяч тонн сахара. В целом, за первый день приема на завод поступило более 600 тонн урожая. Ануар Мангельдинов, Жек Курмамбаев, телеканал Житсу. Готовится к зиме и агросфера области. В регионах полным ходом идет уборочная страда и заготовка кормов. Фермеры села Щенгельде приступили к уборке основных торговых марок региона – лука и сахарной свеклы. Засуха в этом году для многих оказалась причиной низкого урожая. Однако щенгельдинские фермеры, проявив упорство и сплоченность, смогли получить богатый результат своего труда. Не последнюю роль сыграла и поддержка государства. Лук, выращенный на щенгельдинском массиве, пользуется спросом по всей стране. Чтобы пандемия не отразилась на сроках села и конечном результате, по распоряжению Акима области на блокпостах весной фермерам дали зеленый свет. Однако свои коррективы внесло засушливое лето. Тем не менее, урожай внушительный – 80 сантиметров с гектара. В щенгельде главный продукт – это лук. Наш урожай обеспечивает крупные торговые места Алматы и Алматинской области. Интерес к нашему продукту проявляют даже Россия и Польша. Учитывая помощь со стороны государства и налаженный рынок сбыта, фермеры крестьянского хозяйства и тикпаев в нынешнем году впервые взялись за выращивание сахарной свеклы. В качестве эксперимента засеяли 40 гектаров. Засушливое лето грозило поливодам убытками, однако с поддержкой государства крестьяне не дали погоде шанса. Недостаток воды компенсировали выкопа в колодец. Стоит отметить, что в сельском хозяйстве субсидии выделяются не только на семена и урожай, но и на удобрения и даже воду для полива. Всё это позволило собрать по 600-650 сантиметров с гектара. От государства мы получаем огромную поддержку. Покупаем самые плодоносные семена в мире. Покупаем их из Франции. На это мы получаем субсидию в 40%. Платим за семена только после получения урожая. В этом году посевные площади сахарной свеклы в окрестностях Копщигая достигли 876 гектаров. Сами фермеры, не останавливаясь на достигнутом, заявляют, что в следующем году намерены увеличить количество посевных площадей под сахарную свеклу. Поскольку эта культура, учитывая модернизацию сахарных заводов и программу обеспечения сахаром региона, на ближайшие десятилетия будет рентабельной. Рустам Аралбаев, Хурманжан Хасымжанова, Аманжао Жонкешев, Телеканал «Житсу». 1 октября стартовала в области и декада, посвященная Дню пожилых людей. Сначала его стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х годов уже во всем мире, благодаря постановлению Генеральной Ассамблеи ООН. Праздник сегодня и для нас стал дорогим и долгожданным, ведь это повод еще раз выразить свое уважение, почтение и внимание людям старшего поколения. Каждый из них в свое время работал на благо и процветание государства. Их бескорыстный труд – пример для подражания молодому поколению. Их мудрость и огромный жизненный опыт – бесценное богатство. Только вот ценим мы это не всегда, порой забывая навестить или просто позвонить. Международный день пожилых людей – способ еще раз обратить внимание на проблемы старшего поколения и их важную роль в общественной жизни. Именно этому будет посвящена целая декада, в рамках которой запланированы благотворительные акции. Ну и напомним, это возможность для каждого из нас сделать на первый взгляд сущную малость, уделить старшему поколению свое внимание и любовь. То, чего так ждет каждый из них. Впрочем, внимание и поддержка людям старшего поколения – подарок, который не лишний будут делать каждый день. Старые люди имеют право поучать, советовать. Умей уважать это моральное право, писал Сухомлинский. Словами педагога-новатора встретила волонтеров труженик тыла – толкурганка Галина Петушенко. Как говорит она, кто-то должен поучать молодых, ведь мудрые слова старших никогда вреда никому не приносили. Растроганная заботой Галина Павловна поблагодарила всех за внимание и уважение. Благодарю вас и благодарю руководство, которое все-таки не оставляет нас без внимания. Дай вам Бог добра, счастья, благополучия. И чтобы еще лучше Казахстан становился, чтобы болезнь уходила от всех людей, чтобы сопутствовала только доброта и счастье. Забота и тепло души – это вдвойне приятно. В прохладные октябрьские деньки говорят и другие пожилые жители города. На сегодня волонтеры оказали самую нужную помощь – 800 ветеранам. «Каждая организация старается в этот день уделить внимание своим ветеранам, поздравить их. Очень много благодарительных мероприятий проводится в этот день. Мы сами уже во многих из них участвовали. Между Жасатаном и областным советом ветеранов подписан меморандум, в рамках которого очень объемную работу ведут волонтеры». Пожилые нуждающиеся люди в нашей стране получают дополнительную помощь государства в виде санаторно-курортного лечения. Из областного бюджета на это выделено 557 миллионов тенге. Бесплатными путевками обеспечены более 5000 человек. «В Алматинской области действуют все социальные программы по отношению к пожилым людям. Мы финансируем с местного бюджета социальных работников, которые помогают нашим старейшинам, пожилым людям в таких даже простых вещах, как привезти продукты, продовольственные, непродовольственные, занести воду домой, затопить печь, принести лекарственные средства». На сегодня в Алматинской области проживают 229 тысяч пенсионеров. Из них более 430 человек находятся в центрах по оказанию специальных услуг городов Текеле и Капшагай. Им оказывается полный спектр соцобеспечения. Гульназ Мустафа, Жеев Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Почет и уважение, а еще опыт, мудрость и важные советы. День пожилых людей, несмотря на ограничения, но со строгим соблюдением санитарных норм, отметили и в Ассамблее народа Казахстана Алматинской области. Иначе просто нельзя. А не те, кто стоял у истоков, те, кто сегодня, несмотря на преклонный возраст, не перестают активно участвовать в жизни страны. И именно они продолжают стоять на страже самого главного – дружбы и согласия нашего многонационального народа, главной ценностью которого всегда было есть уважение старших. Прекрасные, добрые, улыбающиеся лица совершенно не портят морщины. Они лишь подчеркивают, что за плечами у этих людей богатый жизненный опыт. Гости праздника – члены Советов старейшин этнокультурных объединений области. В Ассамблее народа Казахстана традиционно проводится праздник ко Дню пожилых людей. И вот уже 8 лет его инициатором выступает областной еврейский культурно-благотворительный центр «АВИФ». И у нашего народа, и у всех народов, населяющих Казахстан, я думаю, есть такая культура, что уважай старших. Я думаю, что мы должны отдавать дань уважения нашим старшим, которые сделали все для того, чтобы мы жили сейчас в нашей стране, в мире и согласии. Многие из приглашенных стояли у истоков создания уникального института дружбы. Они и сегодня стараются участвовать в деятельности Ассамблеи народа Казахстана и вносить свою лепту в укрепление единства народа нашей страны. И на этот раз представители Советов старейшин с удовольствием приняли участие в мероприятии. Как приятно всем нам, пожилым людям, что нас периодически все-таки вспоминают, приглашают на мероприятия такого масштаба, где мы вспоминаем свою молодость, вспоминаем свои года, когда мы были молодыми. Самое главное – это именно общение для нашего возраста, общение. Поэтому мы сегодня очень рады здесь собраться в Доме дружбы. Я хотел бы всех поздравить с таким праздником. День пожилых людей практически считаю себя молодым, хотя уже под 80. Здоровье зависит только от нашего общения. Для представителей старшего поколения этот праздник – замечательный повод встретиться, вспомнить былые годы и еще раз доказать, что возраст для них не помеха. Надежда Белова, Аблайку Тэкпай, телеканал ЖТСУ. Помните, даже теплое слово «поддержки» может стать для кого-то истинным подарком. Дарите тепло и берегите себя. Ну а мы встретимся ровно через неделю в это же время на телеканале ЖТСУ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok